всем привет здравствуйте посмотреть какой шикарный день у нас немножечко ветерок вчера было вообще безветренно цветы у меня цветут вот эти цветы каракосмия ну что-то вообще плохо цветут их нужно проредить я так думаю здесь у меня уже мия погуляла и вот посмотрите вот эти вот каллы они всегда выходят очень поздно ну вот цветет ведь и вот одна уже начала цвести это тоже листьев много но что-то пока не цветет надеюсь что будет свести вот здесь еще один цветок такой вот эти вот ребят не знаю вообще откуда у меня появились вот эти вот кусты мне кажется просто они как сказать самосевом вот и вот здесь вот такой цветок тоже он как-то назвать я уже забыла там вот смотрите вот такие вот как коробочки у него цветоносы лица и потом получается вот такой красивый цветочек здесь у меня каны но тоже поздно выходят не знаю будет ли будут ли они цвести там извиняюсь тряпочка у меня сохнет но посмотрите на мой виноград лучше видно вам посмотрите видно вам да вот виноградинки у меня не знаю что из них получится ну надеюсь что нибудь получится яблоки это осенний сорт уже забыла даже как называется посмотрите вот эти вот красные яблоки да вы помните это то дерево на которые привиты разные сорта вот 1 2 это вот собственные яблоки и это уже 3 до насчитали мы это красненький который внутри вот все красные это сколько уже 4 до и еще один сорт так еще один сорт которые не знаю где но 4 наверно до 4 мы сказали до 4 сорта вот что мы делаем это вот моя яблонька старая смотрите вот сейчас хорошо видно да сколько у нас яблок они уже сыпятся каждый день одно-два яблочко подбираем здесь подпорки пришлось поставить вот под этим яблоком ведь под этой яблоней вот так ну что мы делаем смотрите вот такой сеткой и еще сейчас покажу вот видите вот зеленая сетка это голубика ее там нет просто повесили чтобы может быть это хотя бы отпугивать птиц просто отпугивать их там фасоль у меня цветет смотрите какая красивая вот лица там буквально осталось несколько ягодок не знаю видно вам или нет невзирая ни на что даже вот этой сеткой было все покрыто все равно птицы умудряются под нее залезать и клевать ягоды вот здесь у меня черноплодная рябина посмотрите вот два куста они были накрыты зеленой сеткой и еще вот такой плотной черной все равно птицы умудрялись туда залезть под нее и поклевать либо сквозь сетку либо под нее залезали тут у меня обе поймала птичку и еще одна птичка сама попалась да и убираем ой господи сколько это вода смотри сколько у нас укропа вот посмотрите сколько у нас укропа сейчас таймик обрежет корни и будем сушить помидорчики сыпятся все уже заканчивается все это я вчера собирала помидоры поэтому мало красных вот эти оставила только дозреть чтобы для еды очень посажу только наверно пару кустов вот таких и посажу обязательно вот такие вот черри обязательно посажу они ребята вы не поверите они просто сладкие они невозможно сладкий вот прям сахарные здесь у меня разрослась разросся так здесь у меня разросся эстрагон я повыдергиваю оставлю только один-два куста там и посмотри они поломались эти ветки подвяжи пожалуйста вот такие у нас сегодня дела кто тут загорает а я собрала рябину вот полную вот такую миску сейчас я ее переберу и буду варить варенье слышите какая у нас гроза все потемнело под машину залезла и боится вот как ее выманить посмотрите что творится она боится зайти мяукает так громко боже сколько перестала нам забежала по окошечку я говорю гроза над грозы испугалась лица фу ну все пришло слава богу вот дождь перестал ее из машины из-под машинам ее буквально вот вытащили бедная посмотрите как вода стоит вот там у нас в стоке вот тут вот сток и видите как переполнилась даже не успевает вода уходить но здесь вот ушла уже видите вот тут вот бедная испугалась до испугалась она нас кушать на подоконнике потому что кое-кто вот стоит и караулит ее везде вода натекла пока я тут дверь приоткрывала и кричала везде вода натекла тут испугалась и мокрая вся бедная пуля бежала где-то там возле теплица была и оттуда пулей примчалась я надеюсь что вы все помните как отстирать посудные полотенца их нужно замочить в горячей воде в кипятке прямо с отбеливателем с пятновым водителем и подсолнечным маслом вот я так и сделала вот сейчас отжимаю их и поставлю их в обычную стирку как я это делаю я ставлю кастрюлю с водой на плиту когда она закипит добавляю туда немножко стирального порошка немножко пятного водителя подсолнечное масло у меня вот такая кастрюлька видите небольшая вот примерно не знаю столовую ложку может быть подсолнечного масла перемешиваю и замачиваю посудные полотенца оставляю пока вода не остынет вот ведь она еще немножко теплая правда но уже все уже видите руки свободно туда идут и пятна отходят обалденно отлично отходят я все посудные замачиваю так а а Продолжение следует...